Добрый день! В середине сентября прошлого года в Щелкино проходила парусная регата. На баре у моря вывесили плакат и также на противоположном кафе. Яхты были далеко от берега. Ну вот примерно вот так вот они виднелись на горизонте. Чтобы их рассмотреть, надо было применять какую-то оптику. Там еще какое-то судно. Ну в это время отдыхающих уже осталось мало. Поднялся ветер. Мы прятались от ветра, чтобы нас не сдуло за стеной бара у моря. И оттуда наблюдали за регатой. Было довольно интересно. Хотя и непонятно, что происходит. Регата это вообще соревнования яхт разного класса. Они выполняют там какие-то упражнения и получают баллы. Ну а мы с берега наблюдаем. Тут как раз ветер сильный и им там раздолье. А мы купались так довольно скупо. За стеной спрятался, позагорал, выскочил, окунулся в море. Быстренько выбежал и опять за стену спрятался. За стеной ветра не было. Ну и наблюдали. Я насчитал там 11 яхт. Самое большое количество. Там еще какой-то сухогруз. Сухогруз маячил на горизонте. Но он не связан был с регатой. Наверное, так просто совпало. Это длилось неделю или чуть больше. Каждый день они выходили в море днем. А вечером их не было видно. Ну на жизни Щелкина это никак не отразилось. Яхтсменов мы не видели в городе. Никаких мероприятий с их участием не проводилось. То есть они жили отдельной жизнью. Ну вот это уже с увеличением, с использованием зума. Я поснимал некоторые яхты. Видно, что яхты разные. Есть большие, есть маленькие. Есть огромные. Ну о них речь пойдет позже. Команды там 3, 4, 5 человек. Здесь 4 на данной яхте. Никак это событие не освещалось. Но в принципе не мешало бы его как-то осветить. Какую-то встречу с их сменами устроить. Что-нибудь такое. Но ничего не было. Просто понаблюдали. А дальше мне стало интересно. Вот по-моему самая большая яхта. Из тех, которые там были. Она на фоне сухогруза. Ну, качество, конечно, оставляет желать. Но у меня под рукой не было другой оптики. Снимал на мыльницу с зумом. Дальше мне стало интересно, где же они базируются. Место для них было только одно. В мысовом. На причале в мысовом. Ну и в один день я не поленился. Сходил в мысовое и посмотрел на причал. Что там и как. Вот еще немножко люди купаются. Очевидно, они какие-то фигуры выполняют там. В мысовом на причале вот эти яхты. Это вот большие. Здесь три большие. Крайняя слева самая большая. Это Океанис 50. Тип яхты Океанис 50. 13-метровая. Вот у них мачты видно повыше. 13-метровая яхта. На таких яхтах люди реально пересекают океаны. Атлантический, индийский. Насчет Тихого не знаю. Здесь яхты поменьше слева, а справа побольше. Вот крайняя слева это Океанис 50. Вот она крупным планом. Видно, что у него команда. Тут 4 человека, там еще один подошел. 5 человек. Огромная яхта. Просто огромная. Порт прописка у него Александрия. То есть это Кубок Черного моря. Яхта пришла из Александрии. Очевидно, там наши соотечественники на этой яхте. Вот так выглядит причал с яхтами. Потом в один прекрасный день они исчезли. И как-то стало без яхт чего-то не хватать. Все-таки они оживляли пейзаж. А потом пропали. Мачты высокие. У этих яхтов видно слева яхты от платформы. Справа яхты пониже. В общем, яхтсменам только можно позавидовать. Их увлекательные жизни. И путешествуем по морям и океанам. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Леонид Рудницкий. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok